Славянское автотранспортное предприятие Виталий Балиу пришел сразу после армии. В слесарном цеху вместе с напарником Владимиром они работают уже больше двух десятков лет. Проблем зарплата здесь до этого никогда не возникало, вспоминают мужчины, всегда выдавали вовремя. Поэтому, когда на несколько месяцев остались без своих честно заработанных, пришлось быстро научиться выживать без единственного заработка. Помогали родственники, у родственников перезанимали. Какие-то свои запасы были. Так как, как все выживали? На два месяца без зарплаты остались и остальные сотрудники предприятия. Денег у компании по ремонту и обслуживанию автобусов попросту не было. Заказчики, по словам директора, не всегда торопятся с оплатой услуг. Долги одних привели к тому, что предприятие задолжало своим работникам 362 тысячи рублей. Ситуация сдвинулась с мертвой точки пару дней назад. В текущую неделю половина суммы была выплачена заработной платы нашим работникам. И на следующей неделе, до 17 числа, у нас разработаны ряд мероприятий. Более плотно работаем с контрагентами по взысканию дебиторской задолженности. И до 17 числа мы закроем этот вопрос. То, что долг красен платежом, руководителям задолжавших предприятий дали четко понять неделю назад. Тогда Александр Ткачев на масштабное совещание собрал всех, кто напрямую должен следить за ситуацией. Силовики, трудовая инспекция, главы районов и городов. И уже сегодня о губернатору отчитались в профильных ведомствах. С начала года в регионе удалось вернуть людям не один десяток миллионов рублей. Об этом Александр Ткачев написал в своем микроблоге. Минэкономики представила отчет по просроченным зарплатам на предприятиях края. На данный момент задолженность сократилась на 162 миллиона рублей. Это существенная, но всего лишь часть от накопившихся долгов предприятий. Поэтому работу с должниками будем проводить дальше и жестко. Тему задержек зарплат в коммерческих организациях поднимал неделю назад на краевом совещании. То, что выплаты уже пошли, внушает оптимизм. По данным трудовой инспекции, общий долг компании перед своими сотрудниками на Кубани составляет почти 500 миллионов рублей. Вся сумма числится за коммерческими предприятиями. При этом большинство из них прекратили свою деятельность или находятся на грани разорения. Из этой суммы основная доля – это банкротные предприятия. То есть, ну, 400, можно сказать, долги по банкротным предприятиям. Но у нас ситуация в крае не критична. То есть, мы по сравнению с другими субъектами не выглядим в разряде худших. То есть, ну, конечно, вызывает определенное беспокойство, потому что все-таки это люди, да, и они не получили свои деньги, свои заработанные, да, своим трудом. Но банкротство банкротству рознь. Некоторые бизнесмены, накопив миллионные долги, просто искусственно топят свои компании. С начала года уйти подобным способом от выплат законного заработка сотрудникам пытались пять предприятий. Один из руководителей – под уголовным делом. Платить или не платить – вопрос зарплат зачастую похож на игру в рулетку, считают эксперты. Ведь предугадать при устройстве на работу, получите ли вы кровно заработанные вовремя, практически невозможно. Все на совести руководителя. Пару лет назад Краевая инспекция труда предлагала создать отдельный фонд страхования зарплат, чтобы в случае необходимости платить из него по долгам. Правда, в этом случае появляется и дополнительная нагрузка на бизнес. На федеральном уровне вопрос пока еще не рассмотрели. Чтобы помочь людям, все-таки попавшим в зарплатный капкан, в Краснодарском крае создадут государственное юридическое бюро. Обязанность всех нас оказывать и работникам, предприятиям, должников, честороннюю поддержку. К сожалению, у нас по-прежнему немало людей, которые не знают трудового законодательства и не знают, как отстоять свои законные права в случае их нарушения. Поэтому очень важна информационная и консультационная помощь. В рамках краевого антикризисного плана мы выделили 13 миллионов рублей на развитие в крае системы бесплатной юридической помощи. Отчитываться о ситуации на рынке труда губернатор потребовал от профильных управлений каждые 10 дней. Руководители компании должны усвоить их долг, закрыть все долги перед своими сотрудниками. Александр Иванченко, Мария Крошная, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24.